Добрый вечер, уважаемые телезрители. Сегодня в нашей студии главный врач Ахинской центральной районной больницы Татьяна Евгеньевна Супрунова. Здравствуйте. И Алексей Валерьевич Волков. Вот пока представлю имя, фамилию, отчество, а его статус и в каком он здесь у нас сегодня в статусе присутствует, мы сейчас вот эту интригу раскроем. Татьяна Евгеньевна, в последние годы в Сахалинской области в здравоохранении внедряется масса различных сервисов, информационных услуг для пациентов, для того, чтобы облегчить им доступ к врачам. Внедряются различные системы, чтобы врачи могли достучаться, добраться до пациентов. Последние несколько месяцев в следствиях массовой информации мы видим, активно обсуждается очередной проект так называемых проводников здоровья. Расскажите, пожалуйста, для чего этот проект необходим, для чего он создается и какая его цель? Цель основная вообще в целом здравоохранения и этого проекта в том числе увеличить ожидаемую продолжительность жизни. Для того, чтобы наши люди жили долго, качественно и были здоровы. И, конечно, самый главный вектор направительный – это профилактическая медицина. И вот именно проводники здоровья будут нашими непосредственными помощниками в осуществлении профилактической медицины. Проект этот организован под эгидой нашего губернатора Валерия Игоревича Лимаренко. Он непосредственно его курирует, он активно участвует в приеме экзаменов, в обучении. То есть для него на сегодняшний день этот проект занимает достаточно большое количество времени в его работе. Суть максимально проста. Сделать максимально доступной медицинскую помощь для пациентов, которые страдают тем или иным хроническим заболеванием и состоят на диспансерном учете. Назначить за ними помощников, проводников здоровья. И сделать для них эту медицинскую помощь не хаотичной, а плановой. То есть каждый пациент будет знать о своем необходимом минимальном перечне обследований, о своем диспансерном плане. И ему позвонят и напомнят, и запишут, и помогут. То есть вот это все доступным языком входит в задачу проводника здоровья. А как эта система работала, ну допустим, условно говоря, до сегодняшнего дня? На диспансерном учете состоят там, ну кто-то там, кардиология условно говоря, там онкология, да, там заболевания. Они состоят на учете и как с ними взаимодействовала медицина до появления проводников здоровья? Ну, взаимодействовала от факта прихода пациента. То есть, понимаете, да, конечно, мы пытались приглашать пациентов, мы сейчас это делаем. Ну, администратор, да, когда не дозвонился, когда медицинская сестра пришла, пациента не оказалась дома, да. Помните, раньше записочки в дверь оставляли, там, придите на диспансерную явку, было такое, да. То есть, а у нас на сегодняшний день порядка 7 тысяч пациентов, которые состоят на Д-наблюдении. У каждого может быть несколько диагнозов, то есть это 13,5 тысяч диагнозов, с которыми пациенты у нас состоят на Д-учете. И, конечно, охватить всех одной участковой медсестрой, да, а за одной участковой медсестрой закреплено у нас порядка 2 тысяч пациентов на участке, и из них где-то, как правило, 500-700 человек стоят на диспансерном наблюдении, да, а то и больше, конечно, крайне неудобно. И поэтому эта работа, она проводилась, но вот достаточной отдачи от этой работы не было. То есть, большая часть пациентов у нас, ну, осталась без внимания медицинских работников. Пока сам не придет, пока сам уже не скрутило так, что вот уже пришлось идти, да, он в сфере внимания медицины мог и не появиться. Потому что мы знаем, какой прекрасный вал задач, вал обращений и так далее, то есть на сегодняшний день на медицину. Ну, на сегодняшний день, да, у нас достаточно много пациентов, которые не были в поликлинике год, два, три. И, то есть, понятно, что эта ситуация, она недопустима, и она не должна быть. И поэтому был придуман такой интересный проект «Проводники здоровья», то есть помощники, которые будут курировать таких пациентов, помогать им, оказывать содействие, и у пациента будет даже возможность обратной связи с таким помощником. Ну, вот, условно, как мы говорили, здравоохранение пациента, и сейчас здесь вы зовете вот эту прослойку граждан, да, чтобы она появилась, очередная такая возможность коммуникации между большим количеством людей на диспансерном учете и здравоохранением. Алексей Валерьевич, здесь вы у нас в студии неспроста, вы являетесь, ну, скажем так, старшим администратором. Администратором, над администраторами, главным проводником здоровья. Как вы лично узнали об этом проекте? Потому что я помню, да, в следствиях массовой информации Татьяну Евгеньевну разместили, позвали, пригласили людей, кто желает участвовать, приходите, мы вам все расскажем. Расскажите вашу историю, как вы в этом проекте оказались. Да, совершенно верно. Я-то вообще занимаю активную жизненную позицию, да, вот, поэтому, когда я увидел, я увидел в соцсетях, в Телеграме было объявление у нас о том, что планируется такой проект именно здесь, в Ахеде. Вот, там были номера телефонов, я позвонил, соответственно, встретился с Татьяной Евгеньевной, мы с ней переговорили, она рассказала мне уже совершенно точно, в чем будет заключаться наша работа, в чем будут заключаться наши обязанности. И мне довольно интересно показался этот проект, я включился в работу и, в принципе, не жалею, поэтому как бы... Вы уже знаете ли своих подопечных, сколько их у вас, связывались ли вы с кем-то из них, и давайте так, какое направление лично вы вот... Да, смотрите, получается у нас каждый проводник будет иметь подопечных со своим определенным диагнозом, да? Вот, но здесь идет у нас как прерогатива какая, так сказать, приоритет идет, чтобы, ну или сам администратор, да, проводник здоровья, или там родственники, знакомые, ну, чтобы проводник здоровья сталкивался, да, уже с этим направлением. Личная история, чтобы он понимал, о чем идет речь, и мог понять, сопереживать на одном языке, разговаривать с человеком, у которого есть диагноз. Да, совершенно верно. Я сам сталкивался с онкологией, как бы, да, вот, поэтому мне дали направление онкологии, вот. Одно из самых сложных направлений, я вам скажу. И у нас, получается, у каждого проводника будет по 200 пациентов, вот. То есть мы должны будем обзвонить этих пациентов, если у них назначены какие-то, там, ну, мероприятия, как сказать, да? Ну, планы, планы обследования, да, есть, ухаживая. План обследования, да. Мы должны будем их убедить пройти этот план обследования. Почему? Потому что у нас, из-за чего многие пациенты, ну, заболевают еще сильнее, из-за того, что они действительно, они могут не дозвониться куда-то, да, или им положены какие-то бесплатные лекарства, они позвонили, у них возник какой-то конфликт, им отказались, соответственно, они уже бросают все. Они, да, махнули руку в коленую, я больше не пойду. Да, махнули руку и сказали, я не буду обращаться, или обращаются через платную медицину. Все, и поэтому болезнь прогрессирует, и, соответственно, в конце концов, когда уже помочь пациенту никто не может, пациент начинает винить медицину. Медицину, что, да, медицина в чем-то виновата, что никто ничего не делает, хотя это на самом деле не так. В медицину у нас сейчас на Сахалине вкладываются огромные деньги, она очень довольно-таки большими темпами развивается, да, особенно в направлении онкологии. Я поправлю, Алексей Валерьевич, просто нет тех людей, которые бы до пациентов донесли, что не нужно отчаиваться, да, что есть возможность обследоваться, есть возможность лечиться. То есть у пациента, особенно у онкологического пациента, когда он узнает о диагнозе, бывает разное поведение, разная реакция. И кто-то говорит, сколько проживу, столько проживу, ничего делать не буду, ничего не хочу. Так вот задача помощников здоровья, да, проводников здоровья рассказать о том, что вы имеете право на бесплатное лекарственное обеспечение, вы имеете право за две недели достаточно быстро обследоваться, да, вы за два дня, если у вас там где-то что-то, какой-то сбой произошел, вы не можете прийти в назначенное время, мы вам подберем другую явку. То есть человек, который будет о нем заботиться. Персональный, персональный его ассистент, персональный его помощник. Да. А будет ли обратная связь? То есть вот эти проводники работают в одну сторону, а будет ли возможность у пациентов, зная своего куратора, к нему, ну, обратно обращаться? Да, совершенно верно. То есть каждый проводник здоровья работает с сервиса 1.300, да. Почему мы работаем с сервиса 1.300? Потому что, чтобы было доверие к звонящему, да, чтобы пациент, к которому мы звоним, он не боялся поднять телефон и ответить. Вот, совершенно верно, да. И когда мы уже договоримся, да, со своим пациентом, познакомимся, у каждого проводника здоровья есть свой, так сказать, идентификационный номер. А, да. Который пациент запишет. Который пациент запишет, и когда он захочет иметь с нами обратную связь, он звонит на 1.300 и говорит, свяжите меня, пожалуйста, с администратором под таким-то номером, да. И звонок приходит на наш личный сотовый номер, правильно? Да. В личный кабинет. Там в личный кабинет. А, в личный кабинет. Да, у нас личный кабинет у каждого, где наши пациенты, где все записано, как бы, и... То есть у нас создана специальная программа. Да. Эта программа полностью согласована с законодательством по информационной безопасности. Да. У каждого нашего администратора после заключения трудового договора появится доступ в эту программу. Они будут там работать. И все-все взаимодействия с пациентами будут отражаться в электронных картах, которые созданы на пациентов. Как много сегодня уже в команде вашей проводников здоровья? Сколько человек, Алексей Владимирович? В нашей команде сейчас всего 20, пока 23 человека. Вот. Пять человек у нас уже прошли квалификацию, да, подтвердили, так сказать, свой статус проводников здоровья. Сейчас мы еще трех человек, да? Да, трех человек обучаем. Трех человек еще обучаем, и они тоже пойдут на квалификацию. И вот эти пять человек, которые обучились, мы уже с понедельника приступим к обзвону своих пациентов. Ну и большая просьба, конечно, поднимать трубки, чтобы отвечали нам. Вот давайте, кстати, сейчас просто обратимся, с понедельника, ну, в следующей неделе, там, с мая месяца, гражданам, состоящим на диспансерном учете, имеющим хронические заболевания, могут поступать звонки с номера 1-300. Что они услышат, к чему быть готовым, как они поймут, что вот... Совершенно верно, да. Мы будем звонить с номера 1-300, смотрите. Только с 1-300. Только с 1-300, да. Давайте акцентируем на это внимание. Если вам какой-то сотовый номер позвонил и представился там проводником трубки, ни в коем случае вешайте трубку, ни в коем случае, только с номера 1-300 может поступать звонок. Только с номера 1-300, да. Мы, так как звоним сейчас в первый раз, мы будем знакомиться с пациентом, да, ну, представимся, вот. И в личной карточке, которая находится у нас в личном кабинете, у каждого пациента, который состоит на учете, назначены обязательные процедуры. У кого-то первичный прием, у кого-то ультразвуковое, да, исследование, у кого-то сдача анализов. И мы, наша задача об этих анализах, да, об этих приемах рассказать и сказать дату, да. Если, например, пациент захочет сдать какие-то дополнительные анализы, ну, это мы уже заносим в лист ожидания, да, и там порабатываем. То есть будет возможность записать дополнительно. И также пациент может проводнику здоровья пожаловаться на необеспечение его каким-то лекарственным препаратом. Либо техническим средством реабилитации. Даже такая графа у нас есть, и проводники здоровья будут это отмечать. Ну, например, пациенту вовремя не выдали. Ну, если это онкологический пациент, например, калоприемник, да, вот не выдали вовремя, пациент об этом скажет. Проводник здоровья это зафиксирует в карте. Мы, как кураторы, как медицинская организация, будем это видеть и уже будем на своем уровне решать, а почему, где, почему не обеспечен, в чем причина. Татьяна Евгеньевна, сейчас получается в систему здравоохранения Ахинского района, так или иначе, ну, вот в качестве помощников, волонтеров, хотя заключаются трудовые договоры, вступают еще дополнительные люди, ахинцы. При этом мы знаем, что, ну, медики проходят там специальное образование многолетнее, в том числе их обучают, ну, работать с людьми, случайных людей в медицине, ну, мы знаем и в вашем ресторане, по крайней мере, в Ахинской, да, эти люди отсеиваются. Что делается для того, какие этапы для того, чтобы, ну, скажем, каких-то людей неблагонадежных, не совсем подходящих для этой работы отсеять, чтобы они в проводники здоровья не попали? Ну, давайте скажу так, что когда мы принимаем решение о том, что примем мы данного человека себе в команду или нет, мы проводим стартовое собеседование, на котором мы беседуем с человеком и понимаем цель вообще его прихода к нам. Что для него первично? Конечно, для нас мы должны понимать, что если первичен заработок, то с таким человеком мы дальше продолжать работать не будем, потому что для нас важно все-таки, чтобы у человека было доброе сердце, чтобы человек хотел помогать людям, да. Та заработная плата, которая платится, ну, это будет такая, знаете, трудовая гарантия, и, конечно, мы преследуем цель, что будет добросовестность, будет отзывчивость и будет какая-то своя личная история. То есть, конечно, если человек судим, да, если человек состоит на учете у психиатра, либо у нарколога, таким людям будет отказано. То есть доступа к людям, к пациентам он ни в коем случае не получит? Не получит, да. Здесь все-таки проходит очень такой фильтр. Далее мы проводим входное тестирование, где мы понимаем, какие приоритеты вообще в целом у человека в жизни. То есть понятно, что если приоритет, опять же, на хитрость, заработок или еще что-то такое, да, конечно, мы тоже с этим кандидатом попрощаемся. Далее мы уже проводим обучающие занятия, и на обучающих занятиях мы тоже присматриваемся к каждому. То есть на обучающих занятиях обязательно присутствую я, либо Виктория Витальевна Капустянская, это заведующая городской поликлиникой, непосредственный куратор этого проекта, да. И, конечно, мы смотрим за реакцией человека, как он себя ведет, да, насколько он эмоционален, насколько он готов работать со сложными пациентами. И занятия у нас делятся на два блока. Первая – это теоретическая часть, да, и вторая – это практическая часть. Так вот, в практической части мы слышим разговор, мы слышим, как наши медицинские администраторы разговаривают с пациентами, насколько они готовы к конфликтным ситуациям. И вот сейчас Алексей Валерьевич тоже будет это делать, то есть он будет курировать своих проводников здоровья, в том числе вот с этой части. Да, совершенно верно. Я еще хочу тоже сказать, да, что мы же должны не просто разговаривать, да, с пациентом. Мы должны, во-первых, вежливо, да, доброжелательно общаться. Потом ситуации бывают разные, и пациенты реагируют по-разному. Кто-то может неадекватно, ну, как бы реагировать, да, отвечать, что он, как и говорили, не хочу лечиться, никуда ничего не хочу. И наша задача, еще раз повторюсь, убедить словами, да, делом, что мы доведем человека из пункта А, да, в пункт Б. И тут как раз вот здесь, и как раз личная история администратора, его личный опыт с этой болезнью, вот он здесь как раз поможет. Здесь он поможет, да, он поможет общаться. Ну и к тому же, как я уже говорил, что мы, когда были на конфликционном экзамене, нас познакомили с нашими кураторами, еще дополнительно, да, по направлению, кто у нас в Южном. И мы с ними обменялись телефонами, и договорились проводить постоянные тренинги, ну, видеоконференции, чтобы усовершенствование, да, было постоянно. Надо постоянно саморазвиваться, потому что просто прийти, обзвонить своих пациентов, поставить галочку, ну, это не получится. Так как бы человек не сможет работать. Главный администратор, смотрю, вот у вас такой боевой и с правильным, с правильным подходом. Да, Алексей Валерьевич, ну, да, с правильным очень подходом, да, поставленной задачей. Как бы, будем стараться. Ну, и самое главное, конечно, это заключение трудового договора. Делается это для чего? Для того, чтобы сотрудник, который принимается к нам в штат, понимал всю меру ответственности по неразглашению врачебной тайны, персональных сведений. То есть это такие же наши штатные сотрудники, как и обычные администраторы, как медицинский персонал, которые предупреждаются об административной, об уголовной ответственности в случае разглашения, каких-либо сведений. Ну, и тут еще мы, конечно, учтем психологические моменты в части того, что, например, кураторы наши, которые будут курировать онкологических пациентов, мы постараемся пациентов подобрать по полу. Ну, то есть чтобы вот этих вот деликатных проблем избежать. Да, то есть если пациентка, женщина, да, и страдает онкологическим заболеванием, конечно, у нее куратор будет женщина, у мужчины мужчина, потому что, ну, здесь тоже есть как бы свои... Своя специфика, да, такая, так сказать. Да, совершенно верно. Татьяна Евгеньевна, Алексей Валерьевич, и в вашем лице всей той новой команде здравоохранения Ахинского района, всем проводникам здоровья большое спасибо от имени Ахинцев. Спасибо за то, что вы делаете медицину еще более доступной для наших граждан. То есть теперь уже не просто в режиме ожидания, ну, когда там находится здравоохранение, вы уже активно идете вперед, идете к людям для того, чтобы, скажем так, вот их активно спасать и делать их жизни лучше и комфортнее. Давайте еще скажу про обратную связь. Это тоже очень важно. Каждый пациент, который нас сейчас слышит, да, и которому, возможно, уже в понедельник, почему в понедельник, потому что у нас администраторы не имеют привязки к рабочему месту и времени, их задача контактировать с пациентами, они это могут делать и в выходные дни, потому что некоторые из них заняты на другой работе. Так вот, они будут звонить с сервиса 1300, и у нас будет возможность выборочно прослушивать разговоры, тем самым осуществлять контроль за нашими медицинскими администраторами, да, мы будем слышать, что они говорят, как они говорят. То есть если пациент вдруг пожалуется, да, что мне позвонили и как-то вот, ну, некачественно со мной поговорили, что-то не то мне сказали, возможно, к чему-то меня там принуждали, склоняли, ну, мало ли, такое тоже может быть, да, вдруг. То есть у нас всегда будет возможность поднять этот разговор из архива, прослушать его, и я вам более еще того скажу, что со стороны нашего организационного центра в Южно-Сахалинске также будут выборочно осуществляться звонки с просьбой оценить работу проводника здоровья. То есть эта система, она будет максимально корректна, максимально добросовестна по отношению к пациентам. Да, и еще дополню Татьяну Евгеньевну, что мы как проводники, да, мы люди, которые не имеем медицинского образования. Я к чему говорю, да, чтобы не получилось так, что кто-то позвонит и представится, да, проводником здоровья и начнет назначать какое-то лечение или лекарство. Предлагать какие-то бады. Предлагать какие-то бады, да. Мы этого не делаем. Мы не имеем медицинского образования. Наша задача именно сделать так, чтобы пациент вовремя прошел обследование, вовремя сдал анализ. Да, наша задача заключается именно в этом. 1-300. Только с номера 1-300 поднимаем трубки, отвечаем. И вопросы все здравоохранения, здоровья, только с номера 1-300 принимаем звонки, уважаемые телезрители. Совершенно. Ну что ж, большое спасибо. Огромная работа стартует. И я уверен, что вы с ней достойно справитесь, и мы в какой-то ближайшей перспективе встретимся здесь в нашей студии. Может быть, пригласим кого-то из пациентов, побеседуем. И этот проект замечательный, интересный. Мы будем его курировать и о нем рассказывать. Спасибо. Спасибо. Спасибо вам большое. Будьте здоровы.